Сегодня 1 час 38 минут. Новосибирск был почти без солнца. Но уникальное явление большинству новосибирцев и не заметили из-за пасмурной погоды. А вот наша съемочная группа стала свидетелем полного солнечного затмения, которое наблюдали за тысячи километров от Новосибирска. Небесное светопредставление вот-вот начнется. Старт в 16 часов 12 минут. Луна закроет 39% поверхности Солнца. У наблюдателей на готове фильтры сотрудники планетария настроили телескопы. Единственное, что может подвести погода. Небо затянуто тучами, но в нужный момент, как по заказу, облака расходятся. Наблюдатели ликуют. Космос, Вселенная для человека, обывателя, это всегда какая-то тайная загадка. И вроде это какое-то такое, немножко прикрыли Солнце Луной, а радости, как будто, я не знаю, в космос полетели. Возможность понаблюдать за уникальным природным явлением всего около минуты. Затем небесные светила скрываются за тучами. Зато у посетителей планетария шанс увидеть полное солнечное затмение. В реальном режиме времени видеотрансляция идет с широт Северного Ледовитого океана. С архипелага Шпицберген. Картинку траслируют иркутские ученые. Ребята, которые поехали в полосу полной фазы, они имеют возможность увидеть корону Солнца. А корона Солнца – это индикатор его активности, индикатор внутреннего состояния. Поэтому такие их фотографии уже будут иметь научную ценность. Светила пересекаются на небесном экваторе в созвездии Рыб. Луна между Солнцем и Землей летит со скоростью 1 км в секунду. Продолжительность явления всего 1 час 38 минут. Полное затмение Солнца новосибирцы наблюдали 1 августа 2008 года. Наблюдали, но это было все на природе, в таких условиях, в обычных, сквозь темные очки. Вот так вот крупномасштабно первый раз. Полное солнечное затмение новосибирцы смогут увидеть только лет через 300. А вот индонезийцам повезло больше. У них в марте 2016 года это явление повторится. Елена Подкорытова, Антон Мамаев, Новости ОТС.